Добрый день! В эфире первого независимого ежедневный обзор происшествий программы «Время Че» в студии Артём Кондратьев. Неисправный исправитель, начальника Четинской колонии номер 5 Жаргала Бембажапова, лишили водительских прав. Он отказался от медосвидетельствования на состояние алкогольного опьянения, когда его задержали сотрудники ГИБДД в декабре прошлого года. По информации источника портала ЗАБРУ, Бембажапов в момент задержания был за рулем служебной машины. Сейчас начальник колонии ездит с водителем. В ответе на запрос нашего телеканала представитель Забайкальского УФСИНА рассказал, что по ситуации была проведена проверка, в ходе которой начальник колонии привлечен к строгой дисциплинарной ответственности. Также в ведомстве добавили, что все сотрудники УФСИН, вне зависимости от должности и звания, несут наказание за проступки. К другим темам. В редакцию нашей программы обратились родственники Забайкальца Василия Филипова. В ноябре 2017 года его осудили за зверское убийство соседки. Вот только и родные мужчины, и семья потерпевшей считают, что в места не столь отдаленные его отправили незаконно. Подробнее в нашем сюжете. Родные Василия Филипова, которого еще в ноябре прошлого года осудили за зверское убийство соседки, звонят, что называется во все колокола. Они уверены, мужчину оговорили, как самого удобного подозреваемого. А дело, по словам родственников осужденного, было так. Осенью 2016 года в поселке Приисковый Нерчинского района в собственном доме обнаружили тело 59-летней женщины. Ее не просто убили, а зверски расправились с ней. На теле эксперты насчитали 29 ножевых ранений. Под подозрение сразу попал сосед пенсионерки, тот самый Василий Филиппов. В то утро, когда женщина была уже мертва, он дома с приятелем распивал спиртные напитки. К нему пришел некий Иван в гости утром, уже после убийства получается. Продал ему телефон убитый. Пришел он, как бы брат выпивал, достал бутылку, они посидели, выпили. И брат уснул. А этот Иван, который пришел к нему, оставил свои вещи у него, одел обувь брата и испарился. То есть эти вещи были, вот они считаются, как и вещдоками вроде. Того самого Ивана полицейские, по словам родных Василия Филиппова, даже не искали. Есть у них и другие вопросы. К примеру, они утверждают, что в ходе экспертизы был подменен нож, который, несмотря на отсутствие на нем крови, признали орудием убийства. Также, по их данным, под ногтями женщины-эксперты нашли эпителий, который не принадлежит Филиппову. А явку с повинной его просто заставили подписать. У следователей же на этот счет совершенно другое мнение. В ходе проведения предварительного следствия по данному уголовному делу были проведены несколько судебных экспертиз, в том числе судебно-медицинские экспертизы по вещественным доказательствам, а также судебно-медицинская экспертиза в отношении обвиняемого. Никаких следов побоев на теле осужденного не обнаружено. На первоначальном этапе расследования подозреваемый признался в совершении убийства. В его доме с его участием проведен обыск, в ходе которого он добровольно выдал орудие преступления, нож. Также он выдал несколько вещей, которые он похитил у потерпевшей. Разница в размерах ножа связана только с тем, что следователь в момент обнаружения и изъятия этого ножа описывал его при помощи обычной рулетки, которая у следователя была в тот момент, а уже на экспертизе эксперт проводил измерения этого ножа с помощью высокоточных инструментов. Именно поэтому небольшие различия в размерах того самого ножа были. Но я хочу отметить, что другие отличительные особенности этого ножа, они все соответствовали. Обвиняемый заявил о своей непричастности, он говорил о том, что к совершению убийства может иметь причастность другой человек. Этот человек был установлен, полностью отработан, и версия осужденного о том, что он непричастен, она не получила своего подтверждения. Суд апелляционной инстанции уже подтвердил выводы суда первой инстанции, и приговор в отношении осужденного уже вступил в законную силу. В принципе, никто не верит, что он сможет это. Он с малолетнего возраста, получается, ухаживал за больной матери. У него, в принципе, к женщинам отношение такое, что он, я бы так сказал, даже муху не обидит. Не только к женщинам, вообще, в принципе, не конфликтный человек. Даже, можно сказать, истец понял, что это не он сделал. Но суд на это закрывает глаза все. В конечном итоге Василия Филиппова осудили на 11 лет колонии строгого режима. Его родные с приговором не согласны и намерены бороться дальше. Полина Харченко, Анастасия Шадрина, ЗАПТ-ТВ. В Красночекойском районе сотрудники ОМВД получили информацию о наркоперевозчике. Позже возле села Красный Чекой была замечена Тойота Ипсум, водитель которой попытался скрыться от полицейских. В результате погони он был задержан. По информации пресс-службы ОМВД Края, при досмотре машины стражи порядка обнаружили в салоне 2,5 килограмма конопли. Вещество направлено на исследование, по результатам которого будет принято правовое решение. А на сегодня это все. До свидания.